Блокбастер этого лета. Выходит 3 июля. Кинг, а не здесь? Нет, он просто меня вдохновил. Да, это очень хороший способ начать ревью. Почти в день независимости. Этот фильм, так много работы, твоего участия, интереса. Я слышал, завтра выходит клип на трек Феноменал на новом сервисе Apple Music. Я слышал, ты всё делал в своём темпе. Никакого давления? Никакого давления. Верно. Мы пытались сделать что-то другое. Другой сценарий, другой актёр, другие сцены. Этот трек является частью сонтрека к фильму «Левша». И ты – продюсер этого альбома. Там есть и другая музыка от тебя, другие артисты. Как ты собрал всё это вместе для фильма, который выходит 24 июля? Я и Пол работали с этим проектом. Подавали идеи, думали, что будет лучше для некоторых сцен в фильме. Обсуждали саму музыкальную тему фильма. На альбоме присутствуют треки от Action Bronson, 50, меня, Ройса, Слоутер Хаус. И когда идея работы с этим фильмом, музыкой и сценарием у тебя появилась впервые? Как я прочитал, это уже довольно долгий проект, в котором ты с самого начала. Ну, сам концепт фильма, идея... Когда она пришла, Пол? Лет пять назад. Ну, почти пять лет назад. Был наброс их сценария. Сначала я должен был быть исполнителем главной роли. Но когда они были готовы начать снимать и всё такое, с моим расписанием не срослось. А ты готовился к этой роли? Посещали ли тебе мысли? Да, стоит попробовать. А почему бы нет? Да, такая идея была где-то глубоко в моей голове, но в то же время я только закончил работу над The Marshall Madness LP2, и просто не было времени, чтобы сделать это. Это, конечно, печально, но мы ведь верили в проект. Я верил в проект. Я хотел принять участие в этом. Я знал, что могу что-то сделать, и сделал. Было ли это из-за сценария или истории? Ведь после восьмой мили, когда ты достиг огромного успеха, ты просто взял и ушёл с большого экрана, не участвовал в подобный проект, как будто ждал чего-то подходящего. Скажи, что такого необычного в фильме Левша? Чем тебя удивил этот фильм? Ну, сценарий великолепен. Фильм очень крутой, это правда. И без моего участия этот фильм вышел потрясающим. Джек Джилленхолл всё прекрасно сделал, и я тоже захотел что-то сделать для проекта. Ага. Так что я подумал, а что если я сделаю музыку для фильма? Давай обсудим Phenomenal как трек. Что сподвигло тебя написать его? Что дало правильное настроение? Каково это было в студии? Думаю, в Детройте. Соединяй части трека воедино. С Лотерхаус приехали в город. Мы говорили об этом. Я делал для них биты и... треки к фильму. Но как только я начал делать бит и припев к нему, я подумал, окей. А потом они поставили этот трек в первый трейдер к фильму, и всё так хорошо друг к другу подходило. Музыка была в тему фильма, и я подумал, нужно обязательно закончить. Это из-за сценария? Я же знаю, что ты любишь спорт, в особенности профессиональный бокс. Да, я огромный фанат бокса. Не пропускаю ни одного боя. И когда ты впервые заинтересовался боксом? Ну, наверное... Когда был ребёнком? Когда был ребёнком. Я всегда хотел научиться драться. Во время съёмок это было бы нужно. Придал ли тебе фильм этот настрой? Ещё до того, как возникла проблема с расписанием. Ты думал, как будешь тренироваться? Я имею в виду Джилленхолм. Он же подкачался для роли, вроде как. Да, у меня был приоритет для левши. И даже лет... 7-8 назад я... Примерно год тренировался с Эммануэлем Стюартом. Потом тоже... Примерно год с Хилмером Кенти. Но это было больше как боксирование в гараже. А это уже серьёзно. Заниматься вот с такими вот людьми. Мне кажется, тебе не раз доставалось. Не просто, наверное, было. Ну, конечно, не так, как с обычными людьми. Это... Это боксирование в гараже. Звучит интересно. Что для тебя труднее? Рифмовать строками? Или же стоять перед боксёрской грушей? Со мной рядом вообще опасно стоять. Звучит как странный и смешной вопрос. Но как ты думаешь, те люди, с кем ты спаррингуешь, думают что-то типа, «Да я сейчас нокаутирую самого Эмманема». Нет, не думаю, что кто-то так считает. Ведь я сам могу вырубить, кого хочешь. Но на самом деле, так ты учишься. Не говорю, что мне никогда не надирали задницу. Убегал ли ты с полевой? Так убегал? Ну, было пару раз. Спасибо, что у нас есть Джейк Джиллингхэм. Ну так что, феноменом. Где этот трек появляется в фильме? Что послужило вдохновением для этого трека? Изначально идея была сделать что-то для отдельного монтажа, где бы они использовали телеколапс. что-то с похожей энергетикой. Так что я сделал феноменал. Сначала я сделал бит, а потом припев. Набросок припева. И отправил им. А ты сам-то видел то смонтированное видео? Говорили ли они с тобой насчет своих идей? Про эмоции? Я всегда думал, что написание песни или что-то связанное с монтажом это самое лучшее. Да, наверное. Когда ты говоришь об этом, я думаю о роке. А как же танец вспышка? Я думаю, это лучший монтаж всех времен. Не знаю насчет танца вспышки. Это не первое, что приходит в голову. Сильно? Очень? Оно где-то есть, но Рокки... Рокки? Почему? Первое приходит на ум. Было ли это? Было ли это? Чувак, ты же знаешь, что ты песни. Это же Рокки. А что по поводу... Это тоже была частью монтажа, так ведь? Это моя песня, я ее написал. Вообще-то это песня из фильма «Короты, пацан». Да, точно. Именно из этого фильма. Спасибо. Если мне не изменяя память, ее написал, что я по поводу... Чувак, ты думаешь, я такой тупушь, что не знаю, кто это? Я знаю его имя. Я знаю, что это песня из фильма «Короты, пацан». Ну что, может, тогда исполним одну из его песен прямо сейчас в нашем шоу? Я не думаю, что ты лучше в округе. Почему бы нам не провести все оставшиеся интервью таким образом? Эминем, прямо сейчас вместе с нами на радио «Битс Уан». Прямая трансляция для всего мира. Всегда в эфире. Всегда с музыкой. Вот Эм, ты утверждаешь, что Джек Челлинхолм блестяще исполнил свою роль. При просмотре фильма не вырвался ли из тебя в сток сожаления? Я не могу сказать, что подобное чувство некого сожаления у меня было, но я бы ничего не поменял. Я рад, что именно Джейк, а не я, исполнил эту роль. Фильм классный. А кто написал сценарий к фильму? Курцатор. Стоит упомянуть, что я большой поклонник его работы с «Инной анархией». Это невероятно, что мне выпал шанс поработать с ним. С тем, что он сделал. Это потрясающе. Случит круто, однако, возвращаясь к теме того, что ты мог бы сыграть эту роль, прости, Джейк, мне не покидает ощущение того, что роль левши предназначалась именно для тебя. Это был шанс снова увидеть тебя на экране. Знаешь, я недавно пересмотрел «Восьмую милю», и я абсолютно точно могу сказать, что в этом фильме ты великолепен. Ты сыграл просто потрясающе. Так вот, раз мы тебя не увидим в этом фильме, то возникает вопрос, увидели ли мы тебя в кино еще раз? И если увидим, то когда? Ведь мельком взглянув на твое расписание, понимаешь, что это когда-то может наступить лет через 10, а то и 15 лет. Ты знаешь, мне так же интересно делать небольшие камеры в фильмах. Как в недавнем фильме «Интервью». Я видел ту сцену. Да, это весело. Когда у тебя большая роль, то нужно о многом заботиться. Тут все зависит от материала. Я без проблем могу вжиться в роль. Если у меня есть страсть к ней, например, моя первая страсть... Настоящая страсть. ...это музыка. Поэтому я энтузиаст в этом теле. И давно ли тебе нравится музыка? Со вчерашнего дня. Классно. Мне тоже. В общем, материал должен вызвать во мне живой интерес. Я должен знать, что остается время для моей первой страсти, ибо все для меня вращается вокруг музыки. Да. Я не говорю, что левша такого интереса во мне не вызвал. Нет. Я отказался от роли в левше, так как время съемок... Ты постоянно живешь одним расписанием. Абсолютно не вписывалось в мой график. Как раз в это время я заканчивал работу над альбомом The Marshall Matters LP2. Был предельный срок, которому надо было все сделать. Я просто не мог разорваться. Да, да. Съемки фильма заняли бы около года. Я не был готов к этому. Надо сказать, что роль в левше не была так важна для тебя, как роль в восьмой мире. Вообще, фильм «Восьмой мили» уникальный явление со всей его креативностью и невероятным успехом. Насколько я понимаю, съемки «Восьмой мили» оказались для тебя нелегкими, ведь ты прежде всего рэпер, а потом уж актер. Я получил удовольствие от съемок. Безумие. Но они не оставляли мне свободного времени для жизни. «Лусу Селф» пожалует одна из важнейших песен в твоей карьере. Естественно, люди хотят услышать ее живое исполнение. К чему я веду? «Лусу Селф» изменила твою жизнь. Ты тогда был популярен, но после этой песни твоя популярность достигла апогея. Как изменилась твоя жизнь после этого фильма и этого трека? Моя круто повернулась в сторону удачи. Она мотивирует меня по жизни. Если сравнить мою прошлую жизнь и настоящую, найдешь множество изменений. «Лусу Селф» Да, я думаю, так и было, ведь если бы не было «Восьмой мили», не было и «Был У Зу Селф». Да, точно. Точно. Конечно, фильм послужил большим вдохновением для создания этой песни. Фильм словно заставил меня почувствовать какой-то необычный прилив сил и желание сделать что-то стоящее а почувствовать себя голодным в каком-то смысле. И все-таки съемки дело выматывающее. Бессонная ночь, много текста. Как вообще происходило создание «Лусу Селф»? Ты же написал ее за одну ночь, сидя в трейлере. Я чувствовал себя чертовой белкой в колесе. сцена, следующая сцена, еще одна и еще. У меня было два трейлера. Один для записи музыки, а другой для заучивания слов, для фильма и рифм. Зачинять текст для саунду трека приходилось в буквальном смысле на ходу. Когда рядом не было бумаги, я записывал рифмы на руке, между дублями я писал текст. Пытался записывать саунду трек из одного трейлера в другой, потом опять учить текст. Как я сказал, весело, но не очень. Блин, какое-то сумасшествие. В общем, напряженка еще та. Ты хотел бы поработать на подобном материале? Продюсировать, например? Опять же, все зависит от материала. Если я почувствую эту искру, что вот, это действительно круто, интересно, тогда я могу взяться за это. Я хочу получать удовольствие от того, чем я занимаюсь, потому что иначе все будет хреново. Музыка. Вот почему мы здесь, на радио Beats One. И благодаря радио я узнал о тебе 16 лет назад. Ты любишь музыку? Ну так, немного. Кстати, привет. Как дела? Познакомимся. Привет. Я Маршал Медерс, зовут Зэйн. На самом деле, я больше люблю кино. Особенно французское. То же самое. Конечно, я кое-что вспомнил. Почему тур в поддержку альбома The Marshall Madness LP 2 был самым продолжительным из всех? Ты полюбил шоу? Тебе понравилось гастролировать? Да, полюбил. Раньше я все по-другому воспринимал. Тур для меня был прежде всего разлукой с детьми и постоянные поездки. Прекрасно тебя понимаю. Все в один момент перешло планку. Теперь же, когда все улеглось, я наслаждаюсь самим процессом. И это хорошо. И когда я уезжаю на неделю, месяц, я не выматываюсь. Альбом саундтрек Левше и сам фильм должны выйти 24 июля. Ты сказал, что мы сможем услышать на альбоме экшен Бронсон, слора Хаус. А кого мы сможем еще услышать на альбоме? Сколько композиций будет от тебя? Две или четыре? Две? Не могу сочетать. Ну да, посчитаем по пальцам. Между тремя и четырьмя. Да, между тремя и четырьмя. Может быть, три с половиной. Спасибо тебе большое, Эм. Спасибо за то, что пришел и потратил свое время. Да и вообще ты классный. Круто, чувак. Спасибо. Спасибо.